Концерт-оркестр под управлением Дударовой в 1988-м был не совсем обычным. Традиционный музыкальный фестиваль в Ульяновске в том году перестал бить ленинским и стал в том числе и с подачи Вероники Борисовны всесоюзным. Реконструкция – значимое событие федерального значения, вошедшее в программу Дней духовной культуры России. Дирижировать обновленной программой будет профессор Юрий Ткаченко. Будет концерт с произведениями, которые она дирижировала, будет присутствовать ее сын, и будет присутствовать музыковед, исследователь ее творчества, доктор Сустроедини Батагова. Мы единственные, кто отмечает таким крупным образом действительно выдающихся музыкантов, выдающихся дирижеров. Из плеяды великих – Ростроповичей, Светлановых. Для самого Ткаченко главным произведением в будущем концерте без сомнений станет Пятая симфония Реминор Шостаковича, которую композитор написал в грозном и роковом для семьи дирижера в 1937 году, когда дед Юрий Михайлович был репрессирован и из ГУЛАГа не вернулся. Миллионы граждан тогда еще Советского Союза, их постигла такая же участь, причем абсолютно безвинных людей. И вот этот вот страх, ужас, вот это вот общественное состояние гнета, где-то одиночества, где-то трагедии, он передан в этом гениальном сочинении великим мастерам. Поскольку концерт – реконструкция, Юрию Ткаченко наверняка придется поставить себя на место Дударовой. Я не чувствую себя на ее месте, она была на своем месте, я нахожусь на своем месте. Она жила при Советском Союзе, и у нее была определенная ментальность. И будем смотреть на происходящее, знаете, более осмысленно, более обобщенно. Потому что тогда еще идеология не всегда позволяла точно понять, что же в конце концов происходило. И в УГАСУ губернаторские есть музыканты, которые помнят и тот концерт 1988 года, и саму Веронику Борисовну, которая тогда еще не стала рекордсменкой книги Гиннеса, а только готовилась к этому. Ее все указания были замечательно точны, и она очень себя вела энергично. Она очень энергичная женщина. Ярослав Щедров, Юрий Химовин, репортер 73.